По крайней мере, терроризации зомби, что я видела, они были не очень удачные. Да, ну и вивер у нас уходит. Да. Да и Лидана. Все, да. 6 слотов. Лидан, ним, рефрешер, хекс. Кстати, ОД это тоже один из любимых героев Лидана. Можно сказать, его сигнатурный герой в какой-то степени. Ну и что, увидим. Посмотрим, что же смогут сделать команда Virtus.pro Polar. Мне интересно, пойдет ли они снова в лес кто-нибудь? Того не цеплять по стандарту. Сейчас посмотри, у Габлака просто стандартный закуп. Я суппорт, я покупаю сапог, я иду вперед. Посмотри у него. Снова с сапогом. Можно, кстати, опять уточнить для зрителей, кто на ком будет здесь играть. Ну, ты начни с команды Raiden, я не знаю. Raiden. Ладно, Virtus.pro Polar. Габлак у нас играет на Джиггернауте. Иллидан, Штум Спирт у нас играет на ОДС. Скандал на Магнусе. Декап Фобос у нас играет на Абриселбеке. И Лил играет на Виномантере. Команды, Virtus.pro Polar. Ты, наоборот, все сделал? Ой, ладно. Мне кажется, я сказал за Radiant, но... Да, Radiant, но ты перечислил на чем играет в ВП-поляр и на чем играют... На чем играет в ВП-поляр, они задают. Да, я спутал, ладно, ладно. Но не суть, важно то, что, по крайней мере, все знают, кто на ком играет. Соответственно, в Компас Гейминг на Офлейн пойдет Ортес на Вивере. Будут ему суппортить PSM на Скаймаге и Годем на Огре. Он упоминает, что такую вторую игру подряд играет на таком серьезном, плотном, миличном станере, суппорте. В мид пойдет Афонин уже на тролле. Будут много обещающие противостояния. И Клинкс спокойно похоронит легкое и сыграет на нем колец. Мой баунсер урон достается для Габлака. Тут самая щедрая руна. Я буду сейчас ждать какого-то экшена от суппорта в команду ВП-поляр. Потому что у них реально есть потенциал кого-то сейчас зацепить и просто зарезать. Блэйд Фури. Ребят, я ошибся. Или да, не Сторм Спирит. Макс Репост. Они уже просто плавят. С утра поплавил и сейчас плавят. Шторм Рейдж, да. Или да, на Шторм Спирит. Слушай, на самом деле это рискует стать новым каким-то мемом локальным просто. Или да, на Шторм Спирит. Не, мне реально просто плавят уже с утра. Блин, не спать весь день и потом ехать на работу с зарплатой. Потом 4 часа просидеть на работе, дождаться ту самую зарплату и потом ехать домой. Бывает, бывает всякое. Смотри, тут трипл на трипл будет противостояние на топе у команд. Габлак, в принципе, долго не думает, он отводит вейв крипов. Смотри, как агрессивно вивер тут забегает. Вивер себе ничего не отказывает. Так, ну что, ладно. Пока у нас на топе особо ничего интересного не происходит. На миду мы видим противостояние Магдуса и Траля. В принципе, ведут они, так сказать, ровно. Ну и на боте у нас горец на Боннике стоит против Соло Фобоса. Фобос тут тоже как бы пытается что-то подфарливать. Так, ну что, на топе. Весь экшен должен быть на топе. Должны нас чем-то удивить команды. Все-таки обе их команды. Да, очень хотелось бы на это посмотреть. Но пока, видишь, особо в экшен не выходит. Пока они просто пулют, набирают какие-то минимальные левела, минимальные преимущества. Но это им удается, потому что, посмотри, второй левел не скоро у игроков команды Компас Гейминг, а вся трипла уже второго уровня у команды ВППЛР. И они делают еще один пул. В принципе, они в любом случае остаются в плюсе. Потому что, как это устроено. Команда, которая приходит в оффлейн, она приходит драться. Команда, которая приходит в легкую, она приходит фармить. И если команда, которая приходит в оффлейн, не дерется и не убивает, она автоматически в проигрыше. Как-то так. Да, у нас все пишут, что чат американцев просто пал. Пал русскими. Бывает. Так, у нас опять что-то с дропами не то. Да, понятно. Ладно, ну ноль счет. Вторая минута, как таково очень особо нету. Гоблак у нас ловит... Гоблак ловит, точнее, паташку. Да, или да, он ловит виверы, но не столько ловит, сколько для профилактики прячет, по-моему. Потому что там и близко не пахло каким-то убийством. Пассивная дота. Да, ну я тебе говорю, это пассивная дота, она в плюс команде ВП Полар. Потому что они стоят свои легкие, они постоянно делают отводы и они практически уже 3 лвла имеют. А вот парни из КПГ, они по идее должны драться, они должны инициировать какие-то драки. Но, к сожалению, ничего не происходит. Как таковых файтов, да, особо нету. Ну и что, у нас пока идет тактика бесконтактного боя. Тут пытаются что-то скилами подцепить друг к другу. И у нас есть какой-то харат, что ли. Да, файтов вообще нигде нет. На миду у нас тоже все, в принципе, нормально. Кстати, тролль у нас вообще без хива остался. Слушай, там со стримом какая-то беда, все жалуются, что он лагает и уходит. Да, вижу. А тролль, смотри, подвозит тем временем Афони на подвышку и пытается его убить. Через 2 секунды у него будет шок-вейв. Это фёрт, Влад. Да, сыграл на ошибке, все-таки как-то вот так подцепил. Повезло ему. Очень повезло. Так, ну я не знаю, что стрим делать. Сейчас попробую, может, что-нибудь. О, и мы с тобой тем временем пропускаем отличную драку на топе. Умирает Клинкс от Фобоса на боте. Фобос остается буквально на 50 хп. Мы очень много пропустили, на самом деле, в этот момент. На топе тоже происходит отличный размен. Здесь делают свои первые киллы. Трипла команды ВП по лар и... А нет, все, все заканчивается хорошо. Я уже подумала, что реставшиеся герои команды КПГ пришли тут добивать ВП, которые очень жестко просили по хп и мане. Но нет, они в безопасности. Да, на кроплях ушел вивер, еле выжил. Повезло, парни. Так, ну что, у Магниса Боттл обузится. С этим никаких проблем у него нет. Но мы, кстати, помню, обсуждали тему, что человек, который все-таки бегает и забирает руны, у него есть какое-то преимущество. То есть, все-таки, если сравнивать, что лучше обузить банку или бегать постоянно за рунами, а руны, как мы знаем, постоянно две резаются, то все-таки лучше бегать за рунами. Потому что иногда может попасться та же хоста и можно такую грязь натворить. Ну, видишь, иногда ситуация такова, что тебе просто невыгодно оставлять линию ни на секунду. Вот, допустим, Скандал захватил преимущество над Афониным, и он просто, просто уходя с линии, забирая эти рун, он может дать ему спейс, который, ну, не стоит давать потерять свою доминацию. Так что все упирается не только в желание заполнить боттл, но все-таки в желание как можно больше вынести с линии. Да, в принципе. Ну, тут у всех боттл летает. Ладно, на боте. Клинкс имеет 18.6 крипстат. В принципе, хардлайнер, Фобус. Тут чувствует себя вообще как дома, я бы сказал. Тем более, что у него есть... Килл? Да. Так, на топе. Палил. Проблема. Приседает он сильно по хп. Ну, и Гудам тут тоже еще не... Не возбираешь, конечно, но успевает ждать свою... Так называемую соплю, успевает дать Веном Гейл. Но это даже не размен, это просто оттач Лила. Да. Это, кстати, уже второй фраг на счету. Так, Теллидан. Выживает Теллидан. Проедает стики. Уж было, подумала, что это... Тут Гублак рак вперед. О, нет. Все-таки это второй фраг на счету команды Компас Гейминг. Двоих героев забирает Занин Трепле. Буквально секунду не поднять Теллидану, чтобы спрятать себя от петуха. Буквально секунду кулдаун. Так, смотри, тут скандал идет в инвизии. Будет ли он кого-то оцеплять? Я думаю, да. Уэстер Пэ и... О, потрясающе. Вот это... Вот это даблкил. Просто цепь. И спокойно делать пипаут. Очень жестко, конечно, отыгрывать здесь скандалы. Ни разу я не Глорю. Так. Легкие деньги. Пришел, фраг сделал, два фрага сделал и домой. Да, слушай, давай посмотрим, сколько там денег он заработал. Слушай, неумолимо приближается к блинку просто на седьмом минуте. Магнус. Так, привет, смотри. Фобос проседает сильно по хп, еще тычка осталась. Ну и тут мог он сыграть... В ящик. Да, в ящик, я бы сказал. Ну, можно, по-моему, сейчас опять внимание приковать к трипле. По левлам опережает команда ВП Полар, команда Компас Гейминг. Но, видишь, Компасы, они и приседая по левламу умудрялись забирать игроков как команда ВП. Поэтому ждем от них очередного экшена. Ты знаешь, на самом деле, есть какой еще вариант? Может быть, я позвоню тебе в скайпе, чтобы снизить нагрузку на твой интернет? Да, давай. Потому что это еще и хост конфы. Давай вот так вот сделаем. Вот, смотри, так должно быть получше. Лучше всем, но не лучше Лилу, которая опять подставляется, не дав даже Гейла ловит Стан и Сайленс и погибает. А если помнишь, что без Гейла они не могли разменяться, вернее, с Гейла не могли разменяться, то без Гейла тем более. Это просто фит. Да, но даже тролль помог своей ультой. Вроде как стоит задалека, но, блин, герой, конечно, приятный. Ну да, и у него есть такое преимущество, что он может устануть свою триплу, даже не приходя на нее. Посмотри, скоро реально уже будет блинг у скандала. Это будет очень быстрый блинг, я хочу сказать, потому что это ферзблант, это был килл. 3 килла на счету у Магнуса. Это очень много денег. Да, очень много, потому что посмотреть на того же тролля, у тролля я бы не сказал, что все так хорошо, хотя ему в куре уже летят обрыженные стики. Так, ну и что, артест на тот момент, в серый шаг выиграл ТП-стик, и, в принципе, на этом его артефакты заканчиваются. Слушай, теперь, после того, как я тебя перенабрала, говорят, что меня тихо слышно. И все пишут, припад, погромче, погромче. Да, на боте, где времени-то Фобос подстаялся, сыграл он все-таки в ящик, и Клинкс сделал свой заветный фраг. Да, ну, знаешь, в принципе, я, к сожалению, там очень много драг было в тот момент, когда Фобос убивал Клинкса, а мне до конца непонятно, как он это сделал. Лил снова подставляется, успевает отдать гей, ставит змеек, но... Ветвихи, к сожалению, это не влило, поэтому зафокусиве тут не получается, но Артест делает свое дело. Да, при этом Артест фитерой из-за леса, не за гор, забирает этот фраг. Прилетела дабл-пичка. Так, ну что, 5-5, вроде как команда начинает проявлять какую-то более-менее агрессию, но уже хотя бы нет того самого АФК-фарма. Так, говорят, что Машу не слишком, ребят, сейчас пофиксим, попробуем. Попробуй, может, сделать сам по себе скайп громче. Да, я тебе сделал погромче скайп, я думаю, что сейчас будет все нормально. Ребят, напишите в чате, слышно ли нас? Нормально ли? Что нам очень важно ваше мнение. Все было нормально. И Блинк Даггер появляется у Магнуса, и он делает телепорт на топ в Смаке. Да, реализация сразу будет, если вы располярите. Ой, это что-то будет сейчас. Это что-то будет на топе. Прыгивает скандал, дает рп по двоим, вывозит их из-под тавера. Это нереальный дамаг в сторону команды КПГ. Ошибку делает Вивер своим ТФ-аутом и сбывает ему с ней. Великолепно. Просто, недолго думая, сбывает ему телепорт Элидан своим астралом. Тут же дает ультимейт, потому что понимает, что Вивер такой герой, который может... Который может выжить, который может обижать еще кучей и так далее. И не жалеет ульту, очень круто сыграно. Да, и тем временем Элидан имеет полторы тысячи на руках. Есть у него уже, в принципе, форстав. Ну и что же это будет? Какой будет этот дальше артефакт? Будет ли это фастаганим или же хекс? Посмотрим за этим. Понаблюдаем. Потому что, я тебе говорю, в этом патче все такие богатые. У всех появляется куча денег. Все играют по 80 минут. И поэтому выбор артефактов имеет решающее значение. То есть бабки не проблема. Проблема выберет, на что их потратить. Да. Огорец. Имеет он всего лишь две маски, аквила ПТ и при этом 55 крипов он забрал. Ну и Фобос уже, так сказать, играет более-менее... От своего Тавра и, так сказать, старается не подходить к крипам. Потому что горец ему объясняет, что он не прав. Так, ну смотри, скандал. Сместился он сниз, вниз и... Ну, знаешь, чисто гастрольный тур по всем линиям устроил. На миде... Там выиграл, на топе выиграл. Осталось прийти на бот. Что-то решить. Да. Но полярить у него здесь нет. Так, Лил у нас на миду стоит против Афа-нинджи. Ну и Афа-нинджи везет он здесь по себе в перьере по толп-брейсерам. Так, на топе... Слушай, я слышу, тут ульту троля, да, это драка на топе. Габлак сейчас крутится в Блэдфуре, сейчас 15 тиков, он тут никак не умирает. Да, забрали паучка, все-таки не дали ему загрызть заживо габлака. Какие-то мансы происходят здесь на миде, уже Фобос перетягивается в мид, и... Алина опять где-то на фидил. Ну, это все под контролем. Врывается на Клинкса скандал, обвиняет РП, такой, думаю, да, я в сроке затыкаю. Зачем мне РП тратить на него? Здесь все-таки тратится РП, и здесь погибает горец. Проедает стики, неужели он выживет? Нет. Все-таки его убивают, Фобос, и скандал. Скандал делает бэнкаут, перед к нему прилетает Сайленс, Фобос тоже выживает здесь. Сейчас будет очень больно с упортом команды. КПГ, я хотела сказать, но больно в итоге было Фобосу. Да, при этом Фобос всегда подходит. Конечно, Тимари недостаточно, чтобы полностью забрать Огра, но при этом, так, скандал. О, подходит скандал, и кажется, это два фрага снова для Магнуса. Ну же, скандал второго. Дабллкил. Гоблок просто вперед. Чуть-чуть не хватило, еще бы секунды, откатился бы Шоквейв, это был бы 100% фраг для Магнуса. Да. 7-10 счет, что у нас по Fighter Cup. В принципе, и КПГ в какой-то плюс к себе ушли, но все-таки Virtus.pro лидирует. Значительно лидирует. Ну и по графику мы видим, что по Галте. Virtus.pro поляр, ты на 3000 впереди, и по опыту у них, в принципе, более-менее почти ровно, но все-таки на 1К Virtus.pro лидирует. Ну и знаешь, на этой минуте очень трудно за каким-то преимуществом следить по графикам по Net Wars, потому что оно переворачивается парой драк. Вот так вот, например, приходит, забирают Олидан, и все. Легкий довольно-таки фраг. Да, и никакой форстав ему не помогает, никакой его астрал. Ну, вроде фармил фармил, а 100 фармил, и что-то вот непонятно. Так, ну и вычку, скорее всего, будет на Тобе забирать. Есть тут уже габлак, в габлаках еще есть удаун. На УТ, ну, я думаю, драться они тут особо не должны. Сказал, например, будет сделать здесь БКБ, у него ДТ в бутылке, и совсем скоро будет РП. И то, что команда Компас Гейминг здесь решает остаться, это может очень плохую роль сыграть для них. Так, у габлака проблемы, вешиваются на него саленсы, залетает в него голуби, слоу и минус габлак. Да. Вообще потенциал для пиков очень классный у команды Компас Гейминг. Просто стан, мистик флеер. Так, габлак, будет ли врыв. Вот вижу скандал, да, и скандал врывается на тролля. А нет, после какого тролля? Скандал, что, да, извиняюсь. Да, да, на Клинша. Я уже попорил сверх кого может. Да, но при этом забрали Клинза. Ну да, и даже РП тратить не пришлось под ДД Магнус. Я думаю, здесь что-то еще будет. Будет какой-то движ уже с использованием РП. По крайней мере, я надеюсь на это. Так, ну что, давайте попытку за Дефи Тауэр. А вот тут как раз таки и понадобится, и распаляется скандалом. В принципе, он готов. И он ловит именно вивера, и вивер погибает однозначно. Пытаются они что-то сделать с троллем. Отлично забивает он телепорт троллю. И тролль тоже погибает здесь. Ошибку совершает серьезная команда Компас Гейминг. В принципе, они же понимают то, что у Магнуса есть РП. Магнус очень давно не тратил РП. И почему-то стоят в какой-то позиции. Которая как бы намекает, давай ворвись за РП меня там. Я не знаю. Да, как-то вот пусть каких-либо проблем забирают. Клинкс все-таки пока что... Вообще все герои пока что команды Компас Гейминг негаваты для команды Виртуз Прополяр. Но и при этом сами Компасы тоже могут бегать и убивать. Так, смотри, на топе попытка зацепить Лидана. Лидан, по-моему, что-то знает. Слушай, Лидан уже научен горьким опытом. После того, как его жестко тут пиковнули под Т1. Я бы у него вместе очень с Вова играла. Ребят, со мной девушка. Все, я ответил. Но ты просто сказал, чтобы тебя назвали или школьниками, или ребенок, или... Я на самом деле, думаю, не стоит даже отвлекаться на чат, потому что в чате может быть всякое. Да, ну... Так, при этом... Малил, в принципе, занимается полезными делами. Сделан тут нормальный стаков на Эншетах. Ну и, наверное, фобус будет все это пытаться забирать. О, тут солидно. Да, действительно солидный такой стак. Да, три голда просто. Ну, это не очень интересно. Пойдешь, хочется экшена. Не хочется смотреть за тем, как герои фармит Эншентов. Смотри, как Эльдан фармит крипов. Представляете? Холосальный дэмэдж. А тем временем скандал опять кого-то убивает. Слушай. Да, я вижу, не перестаю отфидить. Просто не перестаю отфидить. Прямо перестаю отфидить. Вот ты знаешь, я сторонница... Знаешь, я сторонница того, чтобы кастить позитивно. Понятное дело, что компас гейминг совершает очень много ошибок в этой игре, и все эти эпичные мувы и стрики, это во многом их заслуга, не заслуга пополам. Но давай искать хорошее. Давай представим то, что все или иные мувы не связаны с тем, что кто-то фидит, и не связаны с тем, что кто-то хорошо играет. Потому что есть такая черта у кастеров СНГшных, они все время всех флеймят, при том, что многие из них очень плохо играют в доту, очень мало понимают в ней, они любят флеймить игроков, говорить, этот нуб кто не связал, этот тем не воспользовался. И мне кажется, это неправильно. Лучше лишний раз кого-то похвалить незаслуженно, чем кого-то незаслуженно поругать. А ты говоришь, что комментаторы флеймят? Да, вспомним Вилал-то. Да, да. При том, что очень часто флеймят ошибочно, там до конца не представляя, как должна функционировать игра в том моменте. Как-то так. Так, ну и что, у нас затишье пока что. Небольшой оперед бурей. Брислбек себе покупает уже тот самый новый артефакт Люмсенгуард. И уже более-менее в файтах он будет устойчив. Так, на виду у нас скапливаются игроки обоих команд. Хоть мустер, кстати, у габлака. Он не изменяет себе. И просто, просто делает агонимчик без лишних вопросов на Джиггернауте, как обычно, как привык. По стандарту. По гайду. По гайду. Да, здесь 14 и, в принципе, что? Я даже не знаю, что больше можно сказать. Скандал. Прекратил бустовать. У скандала уже есть почти БКБ. Да, есть у него БКБ. Восемнадцатая минута. Арканы, блинки, БКБ. Это довольно-таки неплохо. Ну, да. Ну, в принципе, видишь его крипстат. Он тупо два держит под крипстату. И еще умудряется иметь восемь киллов в кармане и четыре ассиста. Это очень много золота. Давай посмотрим вообще NetWars. Да, NetWars урадирует именно Магнус. И, конечно, он очень много делает в этой игре. А тем временем, на топе. Снова ищут свою цель в лесу. Суппорты команды Компас Гейминг. И они находят Лила. Поментально умирает здесь Лил. Даже Мистик Флеер на него жадничает. ПСМ. Да, что Фобос. Нечего. Нечего по лесу ходить одному. Что я могу сказать? Фобос нервно стоит в сторонке и думает подойти, подойти, ребята. Ладно. Ну что-с. Ну что-с. Ну что-с. Ну что-с. Кримсон Гвард, кстати, я не помню ты говорил или нет. Появляется на Фобосе. Это очень крутая модная шмотка. Новая. Которая очень хорошо должна заезжать против всяких Клинксов и Виверов. Так, на виду смотри. Гоблак подставляет еще тыченько стоять. И играет он просто с Арчидом. Бонни наконец-то делает свои грязные дела. С появления своего Арчидо он уже начинает кого-то более-менее цеплять и гывать. Да, да, да. И, в принципе, Суппорт это первая его цель. Они становятся очень униязвимыми. Прижимает БКБ скандалы. Кого-то хочет за РП шить. А РП шить-то некого. Он просто бегает из стороны в сторону своего БКБ. Подводит здесь Афонина. И Афонин явно погибает. Даже РП на него не приходится тратить. Тратить только Эллидан свою ульту. Вот в чем минус БКБ, так по РП. Ооо, РП в никуда. То самое легендарное. Главное сейчас еще стрик не отдать скандалу, потому что ему очень больно здесь. И он никак не выживает. Монстр Кила дает скандал. Давай посмотрим на графики. Я хочу это видеть. Я хочу видеть, сколько голды прибавилось у команды Компас Гейминг. Да, я бы не сказал, что особо много. Слушай, я рассчитывала на другой. Что за бред? Я так не играю. 682, что ты делаешь? Вот в чем проблема, так сказать, скандала на Магнусе. В том, что, хорошо, реверс полярец ты всегда можешь отменить. Но с БКБ уже такая история не прокатывает. То есть, если ты залетаешь, то ты залетаешь 100%. БКБ это, к сожалению, не отменишь никогда в жизни. Ну, конечно, там, если через парпасе, может быть, веб что-нибудь сделает. Ну, очередная высечка на топе. Забирается. Команды Компас Гейминг. И они уже начинают, так сказать, бегать уже по карте, наводить какой-то экшн. Кстати, смотри, у Элидана могут быть проблемы. А, ну тут уже все-таки спалили ортезы. И, да, уходит он отсюда. Вот так вот как-то. Сейчас, конечно, по лезвию на жапу уходит команда Virtus.pro Polar. Им нужно что-то делать. Вместо этого они немножко подфидили сейчас своих соперников. Клинкс набирает, посмотри, преимущество. У него уже Dead Wars стремится к скандаловскому. Да. Так, что же у нас у Элидана? У Элидана всего лишь есть Гост. Вот просто вот Гост и все. Что нужно для полной счастья? Но, к сожалению, этот Гост не всегда спасает. Тролль, Фейзы, Барабаны. Я думаю, скоро у него будет БКБ, но при этом до БКБ еще фармить и фармить. К сожалению, вся дота строится на том, чтобы фармить и бить крипов. Особенно в этом патче. Да. Посмотри, что затеяла команда Пополар. Да, это будет Рошан. И, в принципе, команда Компас Гейминг об этом, по-моему, не подозревают. Да, нет у них нижнего на это все. Ну, Рошан, должны они все-таки забирать данного Рошана. Так, что же у нас Ортеса? Вивер имеет... Да, у Вивера скоро будет уже линкат, остается до нее буквально 700 голды. Ну, и, может быть, он будет чуть поменьше видеть. Так, на Эггис у нас забирают Фобос, я так понимаю. Угу. Тут он что-то мувится, пытается выложить свой РП в Веном. И забирает на Эггис. Ну, слушай, сейчас... Эггис длится всего 5 минут. Это обязывает команду довольно оперативно его реализовывать, и я жду экшена. Я требую экшена. Я требую немедленно реализации Эггиса. Да, просто бегаешь по карте и убиваешься, и при этом файт у тебя не закончится. Ну, вот такой вот тебе экшен сойдет. Просто... вот... Что нужно для полного счастья? Нужны файты по кулдлауну и так далее. Ну, как-то Безбой отдают вышку команду Компас Гейминг. Они предпочитают в это время толкать бот. Я бы на месте Витюши Прополар пошла его дефить. Во-первых, потому что у них есть Аегис, потому что у них есть Полярити, потому что у них есть Глиф, и потому что я хочу уже Драку посмотреть. Да, при этом Габлак, про которого мы немножко забыли, у него буквально тысяча-полторя остается до его заветного Аганима. И с Аганимом будет просто кручить команду Компас Гейминг. Просто в соло будет ломать. Так, при этом у нас команда Компас. Просто спрятались в лесу, и Лидан подставляет. Ой, Лидан, Лидан, чтобы делать форстаф, поражать гост, и от этого ему только больнее прилетает. Очень жаль, очень быстро убивают Лидан, чтобы делать ничего. Скандал ультует Вивер, моментально здесь сбривают двумя ультами. И все. Никто никого не будет чейтить, никто не хочет больше драться. Да, но хотя бы разменялись все-таки в 1-1. Это уже какой-то плюс, хотя Фобос, по-моему, хочет идти дальше. Но все-таки он решил пойти с командой. Ну ладно. Спасибо хоть на этом. Так, ну что, Компас далеко особо не ходит. Гоблок подставляет, сразу получает он Сайленс в лицо. Ну и должны его забирать, чутышник остается. Афанин же, да, забирает он его. Ну и Фобос танкует просто спиной своей. О, очень много может пролезать дамага и Сайленс, но никого не вывозит. Да, у него, кстати, есть гемы. Не очень хотелось потерять его против Клинкса и Вивера. Умирает здесь Нил, так не раскастовавшись. А хотя нет, я слогала, он раскастовался. Убегает Иллидан, убегает Фобос. Ну и все, на этом. Ну что, какая-то ватная реализация Аегиса. Все поумирали, кроме Фобоса. Фобос с Аегисом. Не захотели. Да, ну, по крайней мере, хотя бы уже какую-то пользу команды Компас Гейминг. Ну и... Надо идти дальше, просто убивать, и они заканчивают на этом все. Потому что все-таки лейлик команды Компас Гейминг тоже довольно-таки сильный. БКБ появляется у Кликса 25-го минуты. Ну, по крайней мере... Кликс-то будет очень внушительным дамагером в конечном итоге, потому что этот баггер очень жестко апнули. У него есть потенциал бешеный дамаг просто разгонять, покупать всякие изоляторы и прочее. По-моему, это будет Нил Селедан, смотри. Раз-два-три. Не, по-моему, скился. Гост, да, гост решает вопросы здесь однозначно. Но знаешь, здесь еще такая фишка... Ты долагаешь, кстати, да. Сейчас проверю. Я имею в виду, долагаешь в войсе, то есть ты сейчас говорила... А, да, у меня опять дробу пошли. Странно, у меня первый раз только долагает. Случается, случается. Да, жизнь боль. Да, это точно. В общем, Клинкс. Он же может собрать такую замечательную шмотку теперь, которая называется Диффужил Блейд. Напоминаю, что окна и стрелы больше не являются орб-эффектом, и они потрясающе стакаются со всеми другими орб-эффектами. В том числе и с диффузами, которые могут снимать гост, которые могут сжечь ману, и вообще очень много проблем доставить команде в Пепалар. Вопрос в том, будет ли этот билд делать Горец или нет. Пока что он идет по стандартному старому билду. Билду старого патча. Так, ну и Гуддам. Постоял за деревом и решил тантик назад. Так, ну что, драться особо команды не хотят, не выходят на контакт друг с другом. Ну и предпочитают просто его фармивать. Вон Флетчер просто опять постоянно бегает в этом лесу. Наверное, ты рассчитывал, типа, на того же Иллидана. Ну и Иллидан уже. Ну, видишь, Вон Флетчер вообще такой, скажем, лесозависимый герой, потому что ему постоянно нужно обновлять крипа. Бонник без крипа не Бонник. Да. Ну, смотри, все-таки решает команда ПП Палар, что сделать на этой карте. Решает меня порадовать. Так, ну и Габлак. 400 галды остается до Аганима. Скандала скоро будет живо. Так, ну и пока, я так понимаю, Тауэр будет без каких-либо проблем забирать. Ну, видишь, Вивер тут пытается спать почту, ему пока кудал телепорты, а команда в Бэби с труда забирает Т2. Вивер ничего не успевает сделать, на него хочет напасть Миллидан, но он только сбивает ему линкен сферу. Да. Так, ну, троля пока особо чего-то нового нету. Бристалл Бэк покупает тебе за нашу Яшу. Интересненько. Так, смотри, у нас тут Артес с ПСМом. Наверное, будет пытаться убивать Фобоса. Нет, у него как раз таки Аегиса. Дешится на него Сайленс. Прожимает он Криптингуард. Ну, и как много дэмэджа, он впитывает лицо, еще буквально тысячи остается и забирает его. И вот теперь, когда у Фобоса нет Аегиса, наконец-то он получает очень много дамага и умирает. Да, получил ему в лицо, и все-таки ему нужно играть более-менее не так агрессивно. Ну, тут знаешь, что-то непонятно. Тут нужно очень грамотно дозировать агрессию и пассивную доту, потому что, как ты правильно заметил, лейт вполне себя ощутимую, команда Компас Гейминг, и бессмысленно, беспощадно терпеть, стоять на базе против них, это не самое лучшее решение. Но, конечно, так вот отдаваться одному, там, четверым героям, тоже не вариант. Да, в Форстав появляется Огр этим временем. Ну, уже можно будет как-то сейвить кого-то. Так, что там тем временем у Вивера? У Вивера... Мифрил Хаммер. Не рискну рассуждать на тему того, будет он собираться в дамаг или выживаемость. Просто урон. Главное, нанести как можно больше дыма уже, а там выживание-выживание уже как судьба решит. Так, ну что, затищи у нас пока что перед бурей. На топе, в принципе, линия неплохо спушилась. Ну и дошла она, да, к 3 тауэра. Нету пока с тех самых дырак. Команды предпочитают просто пофармить. Ну и по графикам мы видим, что... Компас Геймик на 3000 лидирует по голде и по опыту тоже они лидируют на 5000. Ну, знаешь, для 30-й минуты и 5000, это не очень серьезная цифра. Да, это не те самые 20 тысяч. Ну и что, пока что у нас какого... Ничего нет, просто хекс появляется у лидана. Вот как раз-таки с этим айтемом уже можно что-то попробовать сделать. Есть у него, чем можно сбивать линькин сферу у вивера. Ну и там уже дальше как пойдет. Так, ну и клинкс, покупайте диффуза, о которых шла речь в самом начале. Вот так вот, да? Вот так вот. Так, скандал на вивера. Читаю доту. Отличный рп дает. Сбывает ликен сферу у вивера. У вивера умирая здесь, его просто не выпускают из хекса. Вот первая реализация хекса. Просто наказан. Все, что можно было, использовали. Просто оставалась ульта. Дано. Так, ну и Гойрт с ним тем временем толкает на топе линию. Поскольку интересную шмотку собирает Лил, он будет делать вейл в дискорд. И это очень больно, на самом деле, будет для команды Компас Гейминг, потому что представь себе рп, поэтому рп кладется сверху дискорд, по нему кладется сверху ультимейт веник, и это очень много дамага. На самом деле. Так, ну и заход на Т2-лышку. На мигалейне. Интересно, насколько ее агрессивно будет пытаться дефить команду Компас Гейминг. Нападает на Фобос, задает ему сайлусом, поворачивается вовремя спиной. Тем временем Габлак рвается, дает ульт по всем практически, но не может забрать даже Скайрос Мейджа. Выживает Скайрос Мейдж, просто... Буквально один прыжок еще решил бы его судьбу, но нет. Фобосу очень больно, прилетает от мультикастов, проживает Кримсинг в ад, ему нереально больно. Просто лицом. Да. Стол. И он умирает здесь. Рп-то еще нет. Есть продэсекс. При этом команда Компас. Компас Гейминг тут до конца, должны все-таки как-то еще-то расцеплять Иллидана, будет ли еще дефуза, нет, решили просто его отогнать к себе на базу. Вот так вот, то есть первый гост так и не был за диффужен, потому что диффуза потратил Клинкс до госта. И самое же забавное... Да, я снижал, я снижал, я снижал, я снижал. Понятно. Мне не надо что сказать. Белплей ПСМ, просто ходим на лох-эп, вот здесь вот, и тут стояла. И тут стояла Зумейка. Да, у него было 10 хп, он, видимо, эту Зумейку просто не увидел. Бывает, бывает. Белплей, неплохо, сыграно. Не, вообще классно, когда ты играешь в Херстон, тебе, знаешь, так флудят, короче, и плохо сыграны. Да, да, да. Слушай, ну всякое бывает, такой не очень серьезный косяк, который реально, наверное, бывает со всеми. Ставь лайк, если ты тоже умерла от Зумейки Виномансера на лох-эпэ или что-нибудь такое. Да. Слушай, а игра-то медленно становится равной. То есть, если раньше могли наблюдать доминацию, особенно в самом начале, когда там скандал рассекал с монстр-килом по карте, то сейчас непонятно, кто кого. Да, именно. Так, ну и что, заход от Рошан от команды Верпус Про Поляр. В принципе, я думаю, они его заберут без каких-либо проблем. Корец будет ли он пытаться забрать Аегаси или все-таки не будет рисковать? Да, он решил просто отойти отсюда. Безопасное место. И Рошан остается в команде ВП. Аегаси у нас забирает снова Фобос. Да. Если честно, я до конца себе... Ну, Нэш до конца не могу поделиться, насколько это верное решение, потому что прошлое Аегаси в итоге больше пригодился тому же Иллидауну, например. Да. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, что-то пошло не так, а сейчас пойдет так. Так, ну что, мигает у нас активно АПСМ. АПСМ слоу на Фобоса. У него форстафы вперед и льда, но он цепляет ПСМ, но ПСМ все убегает, потому что Ротенфотос более солидным замедлением обладает. Очень неудобная драка для команды... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И здесь просто умирает Корець, нанеся 0 дамаг, моментально возбревают. Довольно четко РП. Да, байбэк от Клингза должны, в принципе, обеспечить... Слушай, драка просто настолько рассредоточенная. Просто в разных точках какие-то стычки. Два на одного, и там два на одного, а там один, кстати, кто-то дерется. И очень трудно такую драку комментировать и контролировать. Да, и при этом команда в Юртус Просе делала все довольно-таки правильно. Они дождались байбэка Клингза и, в принципе, развели его просто. Потратил он лишние деньги и теперь стоит просто отойти. Сделать вовремя шаг назад. Да. Так, ну что, тюнадцать-двадцать. Мигает у нас скандала. Скандал замахивается. Просто скандал промахивается он. Никого не подвозит. Да, ну и Тавр, конечно, рассыпается просто как... Как крип, я бы сказал бы. Да, Тавр демидж, конечно, колоссальный у Клингсайд. Тут очень помогает себе у команды. Но видишь, Змей и Глиф, они делают свое дело. И не подпускают близко команду Компас Гейминг. К Тавру. Ну и команда ФРЦПРО держатся все вместе. Так, ну и попытка номер два зайти на Т2 Тауэр по мидл лейну. Я думаю, в этот раз они его заберут. В чате пишут, что меня Маша заомнила. В каком месте? Подожди. Просто заомнила. А просто? Просто? Ну, просто? Ну ладно. Не, ну раз просто, то понятно. Ладно. Так. По Флетчеру. У него прям нанесся команда. Виртус ПРО выехала в смаках. Ну и так, есть ли гем? Да, у Скандала есть гем. Если Бонни сейчас подставят, то это будет... У него есть гем и очень много денег. Посмотри, просто. Миллионер. Макнус, миллионер. Так, Корес. О, и здесь ошибка, кажется, не нужна. Очень много домов отходит от облака. Да, это минус Клингс. Это очень серьезная ошибка от Клингса. Больно. Очень больно. Ну, по крайней мере, забрали вью. Все-таки уже... Слушай, ну у Бонника нет байбэка. Может, можно там что-нибудь снести? Там Т1 на топе, который стоит от 6 минут, например. Да, было бы неплохо. Но Артез с тем временем на топе подпушивает очень сильно линию команды Виртус ПРО. И уже при этом крипы дошли до самого Тауэра. Да, видишь, когда у тебя две линии горят, конечно, особо не попушишь, что-то не поспорить. Но есть одно преимущество у команды Виртус ПРО по ларту, что у них очень много героев эффективно отпушивают линии, даже суппорты. То есть даже тот же Лил, он может один перелетать на ТФ, натыкать змей, и, в принципе, Хайгра будет в безопасности. Скандал. А то, когда обрывается на Артез и... Получает Сайленс, и может очень жестко отлететь, здесь вовремя прожимает БКБ. И на него нападает уже Афонин. Афонин все равно на БКБ. Дальше уже ничего не сделает. Команда Виртус ПРО все-таки надо здесь отходить. Теряет геймскандал. Так, посмотри, у нас тут Фобос, цепляет он ПСМ, а ПСМ отсюда никуда не уходит. Но и должен идти дальше, забирать этого Огромага. Огромага. Так, ну и Фобос, все, он решил дальше не бустовать. Или же нет, пойдет он до конца все-таки. Нет, подожди, да, он плюет просто в спину Афонину, и они будут пытаться забирать роля, это очевидно. Фобосу все равно. Его форстафтуют, ему все равно, он просто идет вперед. Да, все-таки разводится БКБ, я его. Вот так вот. Просто изи. Очень-очень жестко сейчас забирают роля, реально. Но утролля нет байбэк, поэтому это не так страшно. Для команды Компас Гейминг уже ревнулся Клинкс, и все равно команда Виртус ПРО заходит на хайграунд. Да, мы видим, что первое-то все-таки на урон появляет. Так, у нас вивер подставляется, промахивает только. Ильидан, но и... Успевает заултить Вивер, он выживает здесь, вот Фобос далеко не в безопасности, у него есть Аегис, но он явно умирает здесь, он просто не может выжить их такого дамага. Я думаю, он все-таки будет забирать второй раз, потому что, да, все его тимоняты сделают и баллы. И Ильидан тоже погибает здесь. Слушай, Фобос еще умудряется раздамажить каких-то там суппортов. Это было близко. Как он убегает вообще без хп, вивер убегает без хп. Да. 22-23, все идет очень ровно по графикам, мы видим, что... Да, тут 2000, то я бы уже не сказал, что какое-то преимущество, это просто ничего. На такой-то минуте это ничего не значит, тем более, что по опыту, ну и по голде мы видим, командой в эту справа лидер буквально на 3000, что тоже особо ничего не значит. Да. Кстати, обрати внимание, Плент Ворс на первое место выходит Фобос. Да. А скандал, который, в принципе, первые там 20... Так, смотри, Гоблокс видел на Мидуум, Горец зашел сюда. Ну тут, знаешь, тут на самом деле в ответ ничего особенного. Как я говорила, еще когда, помнишь, появился только Арчит, и начал первую пиковку делать Горец, тут было очевидно, что спорта будет для него легкой целью. И поэтому вот эти вот джаггернауты, которые гуляют сами по себе, мне они не очень понятны. Так, ну и заходим Т2 Тауэр. Тауэр с Набел Тауэр украл. Так, ну предпочитают они забрать теперь тоже Т2 Тауэр на боте. Ну и, так сказать, по-крайней мере обеспечивать себя каким-то золотом. Очень легко падает вышка у команды Веркс Крой здесь. Они таракят глиф, они будут пытаться дефить ее. На самом деле, я думаю, это просто попытка немножко потянуть время. Насколько она правдана, учитывая, что топ никто не спит пушит, кроме крипов. Не знаю. Да, слышал, когда я 4 универика в команде и плюс тролль в команде, конечно, все очень неплохо. И по тварам у них дикая преимущество. Ну, да, у команды Компас Геймик остается буквально один Тауэр. Я думаю, все-таки, может быть, на него команда Виртус Прополя и пойдут. Но, кто их знает. Гем покупает себе второй уже скандал. И я думаю, что в этот раз он его не будет уже отдавать. Слушай, хотелось бы верить, но нельзя бы ни в чем уверенном в этой игре, где 23-23 счет. Вивер скаутит своих врагов. Узнают они, что команда Виртус Прополя на Эншентах. И, смотри, одинокий тролль гуляет по лесу, видит его скандал, они друг друга видят, но предпочитают разойтись с миром. Да, скандал не решил уйти дальше. Ну, видишь, нет информации. Вообще, с Виженом очень жесткая проблема у команды Виртус Прополя. Те-то в абордаж, что у них стоят, они вообще никого не видят. Враги находятся в другой части карты, и на 100% они не уверены. Байт ли это на тролля, или он там просто один загулял? Так, ну и Бонник. Есть попытка убить Элидану. Ну, опять же, Элидана есть Гост, или Далу, это он арчит. Ну и что? Дальше он не пойдет, естественно. При этом он... Развели его на БКБ Бонника. Это был немного странный мув, на самом деле. Ну и 7 секунд БКБ у Бонника. Так, ну и пока не дерутся. Хотя при этом планируют зайти на хэграунд команды Виртус Прополяр. Очень какая-то пассивная дота, я не знаю, все боятся ошибиться. Понятное дело, ставки высоки, особенно для команды Компас Гейминг, потому что если они проигрывают эту карту, то они проигрывают всю серию. Да, ну и до Рошана остается 10 секунд. Смоки покупают Лил, ну и будут ждать обе команды Рошана. И, скорее всего, возможно, это будет решающий Рошан. Ну, как тебе сказать, я думаю, что все будут... Хотела сказать, что все будут с байбеками, но потом прочекала деньги коргероев команды Виртус Прополяр и поняла, что я заблуждаюсь. Да. Байбеков у них нет, и это будет минус-сторона, если... как кончится плохо. Ну или да, покупает тебе Линкен Сферу, все-таки ему не нравятся вот эти вот путешествия от Бонника, и решает он как-то это прекратить. На самом деле, это дело не столько в Боннике, потому что... от Бонника того же он спасает с тем же Гастом Форстафом, то, скорее, проблема в том прокате, который он получает лесопро после стана Огрмага. О, Огрмага еще эко ним. Скоро будет. Да, тут буквально немного остается. Так, ну что, зашли на Рошана, должны компасы. Были это прочекать, и сейчас будет попытка синициировать файт. Скандал уже идет на позиции. Ну и успели, все-таки забрать Рошана, Фобос, так, Магнус, отлично. Здесь РП по своим героям, отлично, дизайн был по ПКП, это крутая тема в Лэйк-гейме. Умирает здесь или так, ничего не успевает сделать. О, боже мой. А Фобос-то раздает. Да, по-моему, тут все игроки команды Верс Про раздают. Тут очень сильный Ортес проседает по ПКП, и должны его забирать плюс 4 в исполнении команды Верс Про. И мы видим, что с байбэками у нас... А, все, с байбэками у нас все нормально. Ну что, у тролля не было байбэка, но теперь у него он есть. Ну и команды Верс Про пойдут по мидл-лейну на хейграунд. Команды Компас Гейминг. Ну, вообще, у всех хор-героев команды Компас Гейминг в байбэке. И мы посмотрим, будут ли они отдавать сторону, или будут за нее бороться. Так, идет сразу два байбэка. Но сейчас он будет очень грамотно, да, если они отойдут. Не, по-моему, команды Верс Про что-то знают. Скандал. Пролетает он мимо, никого не засванул. Ну, это была, в принципе, попытка хорошая, но, к сожалению, неудачная. Ну, знаешь, сам по себе факт того, что они развели их на байбэке и выиграли драку. Он уже сам по себе неплох, нападает здесь на Фобоса. Габлак разультился, но он умирает, вы банально могут запинать с руки. Да, никакой батьфури его не спасает. У него есть сыр! Но он предпочитает его оставить на потом, я так понимаю, и теряет гем. Я не совсем поняла, это был осознанный сейв сыра или... Ну, в общем, непонятный тут мув. Непонятно, почему он начал прыгать и не завязал... Сыр. Да, команда играет очень ровно. Верс Про хотят просто закончить быстрее эту игру, ну а Компас Гейминг хотят просто продолжить эту игру. Так, у нас вот попытка забрать скандала. Но он что-то чувствует и делает паут на базу. Да, все-таки просек он на эту тему. Да, пока что как-то у нас вроде как есть какие-то файты небольшие, но при этом команды, видно, что напряжены. Ну и команда Вертуз Про, очередной, так сказать, вывести команды по мидалейну. Просто вперед. Не знаю, они, конечно, так жестко ломятся по миду, но... Он же который раз встречает сопротивление, и... Не знаю, мне бы на их месте было страшно так идти. Хотя, видишь, вот... С БКБшки с горем пополам они уничтожают... ПСМа. Но это всего лишь Skyrest Mage. Который и так не особо полезен, когда БКБшки прожимаются. Да, заход на хэграунд. Так, где у нас скандал? Скандал. Скандал уже здесь, на позиции. Ну и скандал. Отлично цепляет вам. Но, агро-гро должны быстренько сбивать. Но он даже не дает РП здесь. Еще есть... Да, да, вот и РП, и это... Уже умирают кор-герои без байбеков. По-моему, это ГГ. Да. Для команды Компас Гейминг. Все-таки Вертуз Про сделали то, что хотели. Да, они смогли додавить их. Да, где-то минус сторона начали. Ну и сейчас можно и пойти закончить пару. Т-4. Да, они предпочитают просто бить Т-4. Ну, у них, если это очень много времени, считывая то, что больше минуты не будет тролля, больше минуты не будет тэнза. Да, но они просто нагло бьют трон. Так, скандал, залетает, Ортеза, цепляет, есть в него еще. Опять победный Муриталов входит Бестик Флэйр, но он успевает себя спрятать. Не понимаю, что условная нагрузка этого байбэка, если честно. Тут можно просто бить трон, пятером нет какая-то на Вивера. А можно и Вивера заодно убить, в принципе, не вопрос. Тут дефят как могут. Так, внутрона достается 600 хп буквально, и... Фобус добивает Вивера. Да, это ГГ. Ребят, есть много чего сказать, к сожалению, да, у нас стримы немножко... У нас были фейлы большие, я надеюсь, что в следующий раз мы просто все это пофиксим. Но, тем временем, 2-0 счет в пользу команды Virtus.pro. На этом у нас не заканчивается наш E-Art Red Festival. На следующий день у нас будут следующие матчи. Это все очевидно вполне. Продолжение следует...